Всем здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Меховод. Сегодня мы вместе с вами приехали в официалон Баик. Помните, недавно на автовозе мы смотрели днище новиночки Баик X75? Кто забыл, это китайский кроссовер, который собирается на заводе Автотор в Калининграде. Машина появилась на российском рынке буквально на днях. Ну, недельки-две назад она только приехала и уже начинает набирать оборудование. Не скажу, что прям ее уже спрашивают все, но автомобиль интересный, достоин внимания. Пойдемте познакомимся с ним поближе. Ну, то есть рассмотрим экстерьер и интерьер. X75. Оптика светодиодная. Датчики парковки перед ним бампере есть, нету. Вот здесь вот они есть. То ли это имитация, то ли настоящие датчики парковки, не вижу. Также видим адаптивный круиз-контроль. Есть система удержания в полосе движения. Она звуковая. Присутствуют реллиги на крыше. Крыша панорамная с электролюком. Акулий плавник. Спойлер на пятой двери. Оптика светодиодная. В заднем бампере встроены датчики парковки. Обратите внимание, как светится светодиодная линия. Подсвечивается надпись. Крышка багажника с электроприводом. Нажимаем кнопочку. И смотрим, как устроено багажное отделение. Здесь 410 литров. Видим разделительную полку. Шторочка. Можем это убрать. Дело снимается. Угол наклона спинок второго дивана регулируется в нескольких позициях. Я насчитал три позиции. Плафон освещения с правой стороны. Здесь же у нас есть место под розетку на 12 вольт. Розетка доступна в максимальной комплектации. Коврик от производителя. Баик. Под фальшполом запасное колесо. Докатка. Комплект инструментов. Знак аварийной остановки. Сделана шумоизоляция. Также видим органайзер с правой стороны. Органайзер с левой стороны. И по большому счету здесь все. Отправляемся на второй ряд. На втором ряду что мы видим? Двери второго ряда имеют комбинированную отделку. В верхней части у нас получается спиннинный винил. В центральной части коричневая эко-кожа, электростеклоподъемники, черный глянец. В нижней части органайзер плюс динамика аудиосистемы. Нижняя часть отделана пластиком. Плюс пластиком у нас отделаны задние спинки передних сидений. Здесь же мы видим кармашки сетки. Дефектора климатической системы. Розетка на 12 вольт. Есть USB разъем, органайзер. Тоннельная часть не выпирает. Здесь у нас ровный пол. Подголовники в количестве трех штук. Все они регулируются по высоте. В подлокотнике мы видим подстаканники с держателями. Ручки с доводчиками. Есть плафонное освещение. Крыша панорамная с электролюком. Подушки безопасности есть в рулевом колесе у переднего пассажира. Плюс есть подушки безопасности в передних сидениях. И также они присутствуют в стойках. В центральной, в задней. Прими безопасности переднего ряда. Регулируется по высоте. Двери закрывают линию порогом. Здесь у нас уплотнительная резинка, которая прижимается к порогу. На задней оси фетровые подкрылки. Легкоспалные колесные диски на 19. Тормоза сзади дисковые. Задняя подвеска независимая пружинная. Дорожный просвет 20 сантиметров. Бесключевой доступ тоже будет доступен в максимальной комплектации. Вид на зверную карту со стороны переднего пассажира. В верхней части вспененный винил. Коричневая эко-кожа. Пластик. Органайзер под бутылочник. Динамик аудиосистемы. Кресло переднего пассажира регулируется вперед-назад. Угол наклона спинки. Есть регулировка поясничного подпора в четырех направлениях. По высоте сидение переднего пассажира не регулируется. Ярко выраженная боковая поддержка. Центральная консоль парящая. Здесь мы видим беспроводную зарядку для телефонов. USB слот. Type-C слот. Крышка печаточного ящика без микролифта. Руководство по эксплуатации. Плюс здесь есть жилет. Руководство по эксплуатации BX75 на русском языке. Полностью иллюстрировано. Гарантия на автомобиль 5 лет либо 150 тысяч километров пробега. Что наступит ранее. Раньше компания Автотор давала на своей машине гарантию 3 года либо 100 тысяч километров пробега. Сейчас гарантия увеличена до 5 лет. И еще плюс 50 тысяч километров пробега. Подкапотное пространство. Что мы здесь видим? Во-первых, капот на газовых упорах. Это очень, друзья, удобно. Не нужно стоять рядом с автомобилем, держать его рукой, если мы хотим по-быстрому удалить омывающую жидкость. Двигатель полторашка, 177 лошадиных сил. Бензин работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Робот с двойным мокрым сцеплением. Привод только передний. Полноприводных версий на российский рынок не поставляется. Аккумуляторная батарея на 60 Ач. Из дополнительного оборудования я бы посоветовал установить защиту нижнюю силового агрегата. Так, как мы здесь видим, видите, открытое пространство. Кресло водителя регулируется. Считаем в скольких направлениях. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Плюс мы можем регулировать поясничный подпор. Вперед, назад, вверх, вниз. Перфорация. Есть вентиляция. Есть подогрев передних сидений. Теплые опции присутствуют. Руль греется. Лобовое стекло у нас тоже полностью со подогревом. Клубка включения подогрева рулевого колеса расположилась на консоли управления климатической системой. Климат двухзонный. Обратите внимание, что приборная панель на русском языке. Мультимедийная система тоже на русском языке. Автомобиль русифицирован. Различные папки. Телефон, мультимедийная система. Можем слушать музыку. Также здесь у нас есть возможность подключения навигации через систему. Как она у нас называется? Давайте посмотрим. Карт, линк. Можем подключить Android либо iOS. Проекции на лобовое стекло нет. Управление круиз-контрольным расположилось вот здесь. Чуть-чуть пониже. Круиз-контроль адаптивный с поддержанием расстояния до передающего транспорта. Боковые зеркала с функцией электроскладывания. Пульт управления боковыми зеркалами совмещен вместе с электростеклоподъемниками на дверной карте. Также у нас есть помогательные помощники на спусках. Кнопка открытия крышки багажника. Курсовая устойчивость. И корректор фар. Здесь заглушка. Рулевая тонка регулируется по углу наклона. И все по вылету не регулируется. Коробка роботизированная, 7-ступенчатая, без подрулевых лепестков переключения передач. Двигатель 1,5 литра, 177 лошадиных сил. Привод передний. Кнопка старт-стоп. Система автохолд у нас тоже есть. Да, я вам показал кнопочку. Вот система автохолд. Ручник электромеханический. В нише подлокотника видим подстаканники. Поставку для ключей. Также видим, есть разделительная полка. И все это дело закрывается. Верхняя часть отделана эко-кожей. Строчка натуральная. Серая. Под цвет салона. Казырьки пассажира сделают с подсветкой. В центральной части видим пульт управления панорамной крышей. Крыша у нас с сеточкой. Все как полагается. Дальше видим очечник. Плафоны освещения тепловые. Сенсорные. Козырьки водителя. Зеркало с подсветкой. Подойдем, посмотрим, за сколько же продается этот шикарный кроссовер Baik X75. Комплектация предмаксимальная. Максимальная цена 3 миллиона 280 тысяч рублей. Новенький герой на российском рынке появился Baik X75. Напомню цену. Цена 3 миллиона 280 тысяч рублей. Это предмаксимальная комплектация. Гарантия 5 лет, либо 150 тысяч километров пробега. Что наступит ранее? Машины собираются в России, в Калининграде, на заводе Автотор. Это произведены в России, но сама по себе машина китайская. Модельная линейка автомобиля Baik уже довольно-таки широкая. Там мы видим компактный кроссовер Baik X35. Есть кроссовер побольше X55. Есть X7. Есть X75. Новиночка. Есть внедорожник BG40, на котором мы с вами уже катались. И есть седан U5+. Смотрите, сколько много моделей я вам уже перечислил от компании Baik. Кстати, вот седаны U5+. Их раскупают довольно-таки хорошо. Пользуются спросом у таксистов. И, конечно же, акции и скидки на 2023 год у Baik еще действуют. И у Kaia тоже действуют. Не знаю, не буду называть, чтобы не было рекламы какие-то проценты, какие-то условия. Если вам нужно, то вы найдете эту информацию в интернете и сами с ней ознакомитесь. А на этом у меня все, друзья. Пишите свои комментарии под видеороликом. Поставьте лайк данному видеоролику. Оцените мой труд. Я же ушел искать новый, свежий, интересный материал для вас. До новых встреч.